Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елены Косолаповой. В этом выпуске поговорим о перспективах американского доллара как главной мировой валюты. В гостях у нас в студии сегодня Алибалама Герамзаде, доктор экономических наук, профессор. А по видеосвязи из России к нам присоединяется Виталий Калугин, финансовый аналитик. Уважаемые эксперты, здравствуйте и большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Спасибо. Добрый вечер. Господин Магерамзаде, я хочу сначала обратиться к вам. Мы видим, что в развивающихся странах уже не первый год, достаточно давно поднимается вопрос о необходимости снижения зависимости от доллара. И, судя по всему, прогресс в этом направлении уже определенный есть. Вот сегодня, допустим, Международный валютный фонд опубликовал документ, в котором говорится, что доля доллара в международных валютных резервах сокращается. Ну и наоборот, доля нетрадиционных резервных валют увеличивается. Под вот эти нетрадиционные валюты включаются туда и австралийский, канадский, сингапурский доллары, южнокарейская, вона, валюты стран Северной Европы и, в первую очередь, конечно, китайский юань. Как вы считаете, с чем связан вот этот тренд? Почему получается так, что доллар, который достаточно много десятилетий устраивал весь мир, сейчас постепенно теряет популярность и доверие? Ну, давайте вернемся к тому, что официально положение доллара как мировой резервной валюты, она, в принципе, не так уж давно. В 44-м году было принято на заседании, пленарном заседании ООН, когда связано было с тем, что она, как резервная валюта, будет заменять золотовалютный резерв. И, в принципе, будет приравниваться как 35 долларов, как одна унция золота. То есть, вот весь процесс начинается в 44-м году. И после этого, скажем, за последние три десятилетия он укрепляется в мире как основная резервная валюта, которая замещает золотовалютный резерв. И поэтому, в принципе, миф о том, что доллар имеет отношение полностью к замене золотовалютного резерва, он все-таки состоялся. И вся биржа ценных бумаг и в основном все страны, которые, имея золотовалютный резерв, в разы стали увеличивать благодаря ценным бумагам и акциям, облигациям свои золотовалютные резервы. И это все привело к тому, что мировая экономика начала увеличиваться благодаря вот именно тому, что закреплялось в долларовом эквиваленте. И когда, значит, это, по-моему, если не ошибаюсь, в 78-м году было принято соглашение с третьими странами о том, чтобы отказаться, как бы, от Федерального резервного фонда, от воздействия на общую экономику, мировую экономику, это дало возможность Федеральному резервному фонду печатать столько долларов, сколько они хотят. И после этого, как бы, проанализировать или, как бы, пройтись по тому самому эквиваленту, сколько долларов нужно миру на сегодняшний день. То есть, если мы учитываем, что вся политика США заключается в том, что если выделяются благодаря МВФ кредиты, и эти кредиты в обязательном порядке служат тому, что должны покупаться на эти кредиты в основном, значит, именно эмиссии в долларовом эквиваленте, То есть, получается, что долларовое замещение все-таки, оно более-менее находится там, ну, мягко сказано, на монопольном каком-то эквиваленте. Ну, соответственно, мир пытается замещать доллары, и, соответственно, сейчас, на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, до 37% всех транзакций, денежных транзакций в мире относятся к доллару, ну, соответственно, есть евро, есть фунты-стерлинги, которые тоже имеют уже довольно-таки большую, значит, значимую позицию в мировой экономике. Ну, и не забудем забывать о юане и, соответственно, о канадских долларах. Ну, появились в последнее время дополнительные замещения, которые, в принципе, начинают ускорять процесс монополизации доллара в мире, но все равно оно пока остается, ну, как бы гигантом в сфере влияния, и я считаю, что в ближайшие 3-4 года ее, как бы, обессилить будет невозможно. 3-4? Ну, как минимум 3-4, а может быть, даже в ближайшие 10 лет. Ее обессилить и вывести из строя, как бы, становление, как бы, монополизации невозможно будет. Меня больше интересует именно форма монополизации, потому что есть еще существуют дополнительные источники именно финансовых единиц, ну, как криптовалюта, там все остальное. Они тоже тихо-тихо наращивают именно свою базу именно в транзакции перевода или же в становлении покупки товаров между странами. То есть они уже становятся более актуальными, хотя под ними нет этого Федерального резервного фонда и нет вот этих согласований. Но, по сути, сейчас мир идет на это, и все-таки становление и укрепление денежных единиц сегодня больше зависит не от экономики, а от политики. Как страны поведут себя в отношении друг друга и как они будут воздействовать на экономику. То есть политэкономика, она более важнее, чем сама экономика в данном контексте. Я думаю, возможно, о конкурентах доллару мы еще поговорим. И сейчас, господин Калугин, хочу обратиться к вам и узнать ваше мнение о той ситуации, которая сейчас складывается с долларом. Ну, вообще, несмотря на то, что доля доллара в международных резервах падает, справедливости ради стоит отметить, что все равно это самая большая доля по-прежнему. Именно приходится на доллар. Более того, даже те страны, у которых, мягко говоря, не очень простые отношения с Соединенными Штатами, например, Россия, продолжают держать большую часть своих резервов в том самом долларе. Почему так происходит? Почему так сложно, на ваш взгляд, отказаться от доллара, несмотря на все попытки? Я думаю, что сейчас доллар продолжает функцию основной валюты хранения. Действительно, это 58% всех золотовалютных резервов во всех банках мира, в центральных банках мира, находятся в долларовом исчислении. Либо в доллары непосредственно, либо в государственных бумагах США. Что, в общем-то, то же самое, потому что они имеют абсолютную ликвидность и могут быть проданы в любой момент. Да, в начале века, 23 года назад это было 73%, и сами видите, 15% за 24 года – это не такая уж и большая величина снижений. Учитывая, что они замещаются вовсе даже не юанем, а евро, золотом, канадскими, может быть, австралийской валютой. Но надо понимать, что это все страны, которые являются финансово одной группой, потому что иностранные инвестиции в США как раз в основном идут из этих дружественных для США стран. Если бы, конечно, попробовал предсказать, когда доллар потеряет большинство, ну, давайте сделаем пропорцию. Если он за 23 года потерял 15%, то оставшиеся 58% он, наверное, потеряет, наверное, где-то к концу века. То есть ждать тут не 3-4 года, не 10 лет, и даже, может быть, не 25 лет. Доллару сейчас ничего не угрожает в качестве основной резервной валюты. Хотел бы вас немножко поправить. Я имею в виду транснациональных платежах. В транснациональных платежах она все-таки увеличилась намного больше. За последние 15 лет не 15%, а более 30-35%. Тут мы все-таки должны разграничить. Мне задали вопрос по доле резервов, золотовалютных резервов в странах. Если мы говорим про торговый оборот, то 47,5% идет в долларе. 22% идет в евро и немножечко все остальные валюты. Да, но хотелось бы в целом про причины. Почему популярность доллара в мировом масштабе все-таки снижается, но не так быстро снижается, как хотелось бы кому-то? Мне бы на самом деле не хотелось. В чем смысл золотовалютных резервов? Обычно принято считать, что золотовалютные резервы должны покрывать, кто говорит, 3 месяца чистого импорта, кто говорит, 6 месяцев чистого импорта. Отсюда возникает понятный вопрос, что золотовалютные резервы надо держать в такой валюте, в которой вы можете покупать какие-то товары. А практически большая часть товаров в мире имеет долларовые исчисления. Все сырье, в том числе продукты, нефть, газ и прочее, исчисляется в долларах. Поэтому странно держит... Ну, кстати, сейчас, допустим, та же Саудовская Аравия, главный поставщик нефти, продает в юанях, например. Ну, не всю, конечно, но... Она продает очень мало, очень мало. Будем говорить... Россия продает, например, вообще в другой альтернативной воде. То есть попытки составить конкуренцию доллару предпринимаются. И если по нефти брать, то более, там, 10% уже изменений произошли в течение двух лет за последние годы. Ну, надо понимать, что рынок нефти, это все-таки больше 100 миллионов баррелей в сутки. Из них Россия занимает, отгружает на экспорт примерно 3,5 миллиона в сутки. Ну, поэтому... Около 10% в Саудовской Аравии и России там вот изменения произошли. Нет, я думаю, что саудиты не будут, может быть, отгружать свою нефть в Китай за юаней, но в остальные страны они будут грузить за доллар. Господин Магирамзадев, вновь вопрос к вам. Но, тем не менее, несмотря на все споры, мы видим, что такой процесс идет, что доля доллара и в международных платежах, и в международных резервах, она медленно, но сокращается. Как вы считаете, что это значит для американской экономики, с учетом того, что, по сути, американская экономика, она основана на долларе, и это самая главная сила американской экономики, и, по сути, главный экспортный продукт? Мы грубо скажем, что понятие американской экономики – это основная часть мировой экономики. То есть, в любом случае, катаклизмы, которые могут произойти долларом, они могут расшатать всю экономику мировую. Что в данный момент и происходит. Они происходят, как отметил наш собеседник, есть американские ценные бумаги, есть американская экономика, есть доллары, которые, вроде, они все по-разному расставлены, но на самом деле это и является в итоге американской экономикой. Что будет происходить и что происходит. Соответственно, все дружественные страны, вся политика, которая проводится Америкой, она основана вокруг того, чтобы в итоге все проходило через американскую экономику. То есть, все, все транзакции, все, что происходит, даже с евро происходит, вот она все, по сути, одно и то же, часть одного большого коллапса. Но изменения происходят, и американская экономика терпит ежегодные инфляции, благодаря тому, что в политическом направлении все-таки очень много появляется дополнительных направлений, которые не хотят связывать свою судьбу с американской экономикой. Хотя, не хотя этого, они все равно это делают, но в перспективе они пытаются парализовать ту самую систему, которая налажена. И, в принципе, они из этой системы очень тяжело могут выйти, но параллельно они все на позывах подтверждают то, что они ищут замену, замещение. И, в принципе, по большому счету у них это уже тихо-тихо получается. Если посмотреть на экономику того же самого, в последнее время того же самого Китая, Китай очень сильно пытается перейти, как минимум, с доллара на фунты, стерлинги, перейти на евро. То есть у них юань, если смотреть, значит, транзакции, которые происходили, например, 20 лет назад, и то, что происходит сейчас, очень сильное замещение. И, в принципе, благодаря этому они и стабилизируют свою валюту, потому что там биовалютная корзина, она, соответственно, очень четко выставлена. Я считаю, что арабские страны то же самое, тихо-тихо начнут и в продаже нефти, и в продаже золота. И, в принципе, самая главная продажа сегодня, основную часть валюты и долларового замещения составляют не нефть, не золото, а больше составляют эти ценные бумаги и облигации, которые, в принципе, тоже тихо-тихо переходят и в евроэквивалент. Китай покупает ее и замещает на юаневом эквиваленте. То есть вот этот процесс уже идет. Это не то, что было 30 лет назад, это не то, что было во время развала Советского Союза. Сейчас уже идет другой процесс, идет как бы процесс становления уже нетрадиционных отношений. То есть вот этот процесс дедолларизации, он может пойти быстрее, чем шел последние 20 с лишним лет. Намного быстрее, да, да, да. Сейчас уже как бы лед тронулся, и уже идет этот процесс, и поэтому я говорю, что ближайшие 10 лет мы можем заметить сильное какое-то составляющее, которое связано, но все-таки доллар не будет таким крепким, потому что, по сути, под этим долларом ничего другого нет. Есть долги только, большие долги, триллионные, 20 триллионов. Ну и доверие к американскому экономике. Соответственно, есть доверие, да. Вот мы живут, вот она шаткая, она, если ставить ее на весы, все-таки больше всех долгов имеет Америка и американская экономика. Она имеет столько долгов, что, в принципе, больше там, если смотреть по, значит, по всем долгам, мировым долгам, более 20%. То есть это на самом деле очень шаткий момент, и, в принципе, связывать судьбу именно с тем или иным финансовым инструментом, это еще под вопросом, как все правильно идет, насколько правильно идет. Но все равно, соответственно, лучшего ничего никто не придумал. То есть надо понимать, что самое лучшее, что придумано в мире, это доллар. Ну, как минимум на сегодняшний день. Господин Калогин, вновь вопрос к вам касательно американской экономики. Вот, как уже было отмечено, очень большое значение для американской экономики имеет сила доллара. Как вы считаете, могут ли Соединенные Штаты сейчас что-то предпринять, чтобы остановить вот этот процесс дедолларизации и, соответственно, усилить позиции своей национальной валюты в мировом масштабе? Соединенные Штаты могут делать все, что хотят, но делать этого они не будут, потому что им ничего не угрожает. Я тут с коллегой, в общем, не согласен практически по многим вопросам. США ничего не угрожает. Основная сила доллара заключается в том, что у них самый емкий на планете финансовый рынок. На нем можно разместить десятки триллионов долларов в ценных бумагах и хранить их и получать проценты. Речь идет о триллионных поступлениях в год от своих инвесторов. Америка всасывает с Европейского Союза, из Китая, из Японии, из Австралии очень много денег и умеет их хранить. Ни один рынок финансовый на планете этого сделать не может. Поэтому США сидят и в ус не дуют и будут так делать, потому что доллару ничего не угрожает. Относительно долгов хочу сказать, что по последним данным 130% ВВП долга это не очень много, можно сказать мизер. Учитывая, что в Китае, если сюда включить муниципальные долги, речь идет о 240% ВВП. Самый большой должник на планете, вернее, да, самый большой, это Китай. В Японии долгов еще больше, но она по размеру экономика меньше Китая. А так, самый большой должник на планете по отношению к ВВП, это Китай. Но если учитывать на душу населения, да, мы если будем сравнивать, конечно, это Китай. Но если мы перейдем на экономические показатели, соответственно, это США. То есть все относительно по определению. Долги, которые вы номинируете в валюте, которые печатаете, вообще не имеют никакого отношения. По инфляции сейчас у них, насколько я помню, 4,6%. А, 4,6%. Да, эти долги, соответственно, практически на 5% в год обесцениваются. Поэтому, если вы печатаете валюту, в котором ваш долг, вы можете вообще не беспокоиться о его размерах. Да, удивительно, на самом деле, слышать такие оценки от российского эксперта обычно бывает наоборот. Нет, обычно я согласен с коллегой, что 4,6% то, что номинально они показывают, это и показывает, что происходит монополизация рынка. И, в принципе, против этого и существует то, что мы сейчас наблюдаем и в Бриксе, и в Китае, в основном в Китае. То, что связано с криптой, которая тихо-тихо переходит на другую стадию, совершенно другую стадию. Она переформатизация именно валютных резервов и золотовалютные резервы, они вообще стали мизерными по сравнению с тем, что вообще это все когда затевалось. То есть, по формату внешний долг Америки, он очень скользкий и как бы несостоявшийся. Потому что этот внешний долг может превратиться, если, ну, соответственно, если ее затребуют, и они вынуждены будут их возвращать тому же самому Китаю, который, как отметил мой коллега, 3 года, 4 года назад, каждый год по триллиону долларов со своего ВВП выплачивал Америке, чтобы оставить именно, увеличивая долг США по отношению к Китаю. То есть, американская экономика, это надутый шар, который может в любой момент, ну, и, соответственно, они не допустят... Вопрос только, когда это произойдет. Да, когда это произойдет. Вот этот момент очень важный. И поэтому все катаклизмы в мире происходят именно из-за того, чтобы этого не произошло. Они финансируют и рефинансируют все события, которые мы с вами наблюдаем, именно в целях благоустройства своей внутренней экономики. Господин Магерамзады, ну, нас, конечно, больше интересует, как это все может отразиться на нас, на нашей стране. Как вы считаете, Азербайджану стоит ли снижать долю доллара в своих золотовалютных резервах? Какие здесь плюсы такого решения и какие минусы? У нас же, в принципе, биовалютная корзина. У нас мы разделили свои резервы и в евро, и в долларах, и, если не ошибаюсь, и в фунтах, стерлингах. И, в принципе, мы по своему объему как бы можем потерять, но это не будет настолько значимо для Азербайджана, потому что мы в любой момент можем трансформироваться и менять по отношению к своему ВВП. И, в принципе, таких особых опасений в рынке ценных бумаг у нас нет, не происходит. Но другое дело, что насколько мы зависим от доллара, насколько мы зависим от внешних факторов влияния на экономику, да, мы часть мировой экономики и, соответственно, зависим. И если будут происходить катаклизмы с данными валютами, соответственно, мы тоже получим неблагоприятные условия и неблагоприятные положения, которые, соответственно, будут в мире. Но мы, в данном случае, у нас нет таких особых долгов, у нас нет, значит, у нас нет обязательств. Азербайджан очень небольшой внешний долг. И поэтому, да, в этом плане мы можем манипулировать своими деньгами, в принципе, образно, в правильных направлениях. Ну, то есть, все-таки нужна диверсификация, как для государства, так и для частного лица. Да, точно нужна, и она, в принципе, правильно идет. То есть, государство, нефтяной фонд у нас, она постоянно диверсифицирует, и даже она диверсифицирует не только в валютах, да, держит они и в акциях, и в облигациях, они держит и в недвижимости мировых. То есть, это все происходит, и она стабильно должна работать. То есть, вложение и получение дивидендов именно от валют, она в разы меньше, чем вот в данном случае от контекста или от контента, значит, в ценных бумаг. И, соответственно, там происходит, как отметил мой коллега, там происходит именно стабилизация и стабильность именно рыночного подхода ценным бумагам, потому что за этим стоят очень огромные ресурсы, огромные структуры, и, соответственно, их менять никто не собирается. То есть, даже если будет происходить диверсификация в политическом формате, то есть, в данном случае, даже те политические формации, они тоже зависимы от того, чтобы эти ценные бумаги не менялись. Господин Калугин, вновь вопрос к вам. Хотелось бы поговорить о возможных конкурентах доллару. Сейчас растет значимость такой организации, как БРИКС. Только в этом году произошло достаточно серьезное расширение, аж пять государств присоединились с начала этого года. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, Иран. Сейчас вот еще одна крупная экономика рассматривает возможность вхождения БРИКС. Я говорю про Турцию. И вопрос создания единой валюты БРИКС стоит на повестке дня, обсуждается. Как вы считаете, если вот такая валюта будет создана, может ли она создать какую-то весомую конкуренцию доллару? Ответ короткий нет. Если хотите длинно, то единственная валюта, которая может быть расчетной в среде БРИКС, это Юань. Любая другая валюта, которая может быть Китаем, просто одобрена быть не может. Юань – это основная валюта, самая сильная экономика БРИКСа. И, соответственно, никакая другая там валюта рассматриваться всерьез не может. Ни рупия, которая неконвертируемая, ни рубль, разбирная экономика, которая в 10 раз меньше китайской, вообще не существует конкурентов. У доллара и юань я не рассматриваю, потому что это не рассматривает сам Китай. Они не выпускают юань наружу, у них есть внутренний юань, и через Гонконг они делают офшорный юань, которого на самом деле на рынке очень мало. Чтобы обслуживать экономику какого-либо объединения, в том числе БРИКС, им надо выпустить на рынок еще триллионов 10 долларов в эквиваленте юаней. Они этого делать не будут, потому что это должно быть открыт счет капитала, иначе говоря, разрешить вывозить капитал из Китая. Если они это разрешат, капитал из Китая разлетится, им это не надо. Поэтому юань я не рассматриваю. БРИКС не является даже экономическим объединением, не говоря о валютном. Европа, когда объединялась и вводила евро, сначала объединила рынки, сделала над рыночные какие-то структуры, и только потом объединила валюты. Поэтому говорить о том, что в БРИКСе будет какая-то особая валюта, мне кажется, это прожектерство. Это будет либо юань, либо не будет ничего. В первую очередь юань, но с этим, к сожалению, не согласится стратегический конкурент Китая, Индия. А тогда в каких же валютах вы видите торговлю в рамках БРИКС в перспективе? Ну, конечно, в юане. А другой альтернативы нет, только в юане. Другой альтернативы нет вообще. Юань, в принципе, она очень сложно становится биовалютной. То есть, совершенно я согласен, они не выпустили на рынок дополнительных инструментов подтверждения биовалютной валюты. Но в то же время, наверное, все-таки, когда это все зависит от отношений, какие будут развиваться между Китаем и Америкой. Ну, пока что не очень хорошо они развиваются. Ну, если так и будет продолжаться, то есть, возможно, что какие-то там перемены будут. Ну, я не настолько категоричен со своей коллегой, что это все будет заступорено. Нет, юань все-таки попытается, или попытают юань сбросить на эту информацию, и не только в БРИКСе. То есть, ну, соответственно, с Индией у них проблемы, да, вот в этом контексте, вот этот момент тоже нужно как бы политически согласовать. Я не знаю, как это будет согласовано, но насколько я наблюдаю, это очень сложный процесс. И в данном случае я очень согласен с коллегой, что там в этом формате будут сложности. Европа швак евро, евро больше 20 лет. Поэтому говорить о том, что там что-то за год-два сделается, я думаю, что мы должны быть более приземленными. Учитывая, что с евро были все-таки согласны и Международный резервный фонд, и система вся, вот она, в принципе, она поменяла очень много чего и получила от этого дивиденды. А создание евро, система тоже получила, американская система получила большие дивиденды. Они сами и создавали в свое время, начали создавать, по крайней мере. Потом это все по-другому переформатировано было. Я не очень понимаю, как юань может конкурировать с долларом, если учесть, что они в США отгружают дефицит 400 миллиардов почти долларов в год. То есть они не уйдут от доллара вообще. У них должен поддерживаться этот дефицит, если они, вернее, торговый профицит у Китая, США и Европы в сумме около 800 уже миллиардов долларов. И этот профицит для них очень важен. Поэтому юань, имея такую гигантскую зависимость в торговле, то есть практически четверть профицита от общей торговли в год на США и ЕС, я не думаю, что они всерьез рассматривают юань как мировую валюту и конкурента доллара. Господин Калугин, а как вы считаете, вообще Китай, он заинтересован в том, чтобы юань укреплялся как международная резервная валюта? Или таких целей нет? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Им важен их экспорт. Если экспорт, профициты торговые у них вычесть, экономика сожмется. Они экспортоориентированная страна. Им нужен слабый юань. Господин Калугин, ну с юанем более-менее понятно, но есть еще много других валют, и в том числе нефиатных валют. Криптовалюты сейчас вот тоже набирают популярность. Как вы считаете, вот такие новые виды валют могут ли в перспективе создать конкуренцию доллару? Тоже, да, ослаблять доллар будут. То есть вопрос идет в чем? То, что, значит, озвучивал мой коллега, 44%, по-моему, 38-39% транзакций связаны с долларом. Они, соответственно, будут падать. То есть я то, что говорил, но выводить доллар из рынка совершенно это невозможно. И, соответственно, и на сегодняшний день тандем доллар-евро-фунт стерлинга, он будет оставаться главенствующим. Но, соответственно, вот эти повороты, которые связаны и с криптовалютой, и, как вы отметили, с теми валютами, которые будут между государственными, они будут в показателях менять статистику валютного хождения. Но это не самый главный, как бы, составляющий элемент, который может вытеснить доллар в течение какого-то времени или же ослабить ее. Самый главный, основным инструментом будет являться все-таки вот эта китайская составляющая, которая, соответственно, сегодня не может и не хочет переходить на другую волну из-за того, что она более 30% всего своего ВВП получает все-таки на американском, на долларовом рынке. И поэтому им даже это неинтересно рассматривать. Но сейчас мы видим другие какие-то формации, потому что Америка сама не заинтересована, чтобы брать у Китая настолько много товара. И это все-таки все будет зависеть от политических составляющих, что будет происходить дальше. Вряд ли ожидаются какие-то изменения, с учетом того, что оба президента, которые планируют стать президентами, у них очень жесткая позиция по отношению к Китаю. Так что каких-то неожиданностей вроде бы не должно быть. Ну, в политике может быть все, потому что мы наблюдали, что говорят одно, в итоге делают другое. И поэтому надо все-таки выждать момент и просмотреть это не предвыборная агитация, а на самом деле это будет составляющим экономики. Потому что сегодня, как я отмечаю, экономика все-таки полностью зависит от политических инструментов. То есть сегодня трансформировать показатели экономики в политику намного легче, чем в политике в экономику. Поэтому будем думать, что не будем гадать, а будем рассматривать именно тогда, когда это все будет происходить. Господин Калугин, и, наверное, последний вопрос у меня будет к вам. Мы в основном сегодня говорили о перспективах доллара на дальнюю перспективу. Хотелось бы поговорить о более краткосрочных прогнозах. Сейчас вот политика ФРС достаточно такая жесткая. Несмотря на то, что уже сколько раз прогнозировали, что, возможно, будет понижена ставка, она до сих пор сохраняется на достаточно высоком уровне. Как вы считаете, как вот эта политика сегодняшней ФРС влияет на ситуацию с долларом? Насколько она благоприятна для доллара? У нас не так много эфирного времени осталось, поэтому прошу краткого ответа. Был вопрос. Центральные банки собираются увеличивать долю долларов в инструментах, именно потому что они сейчас стали высокие доходности иметь. Короткие бумаги там имеют доходность 4 с лишним процента. Это очень хорошо. И поэтому доллар сейчас рассматривается как средство сбережения еще большим количеством инвесторов, в первую очередь с центральными банками, во вторую очередь пенсионными фондами со всего мира. Поэтому, да, для доллара это очень хорошо. И я думаю, что ФРС не будет понижать ставку слишком быстро. Отсюда следует, что доллар будет крепким, как раньше. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Алибалам Агирамзаде, доктор экономических наук, профессор. А по видеосвязи из России к нам присоединялся Виталий Калугин, финансовый аналитик. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о перспективах американского доллара и о конкуренции доллара с другими валютами. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин